здравствуйте дорогие друзья вас приветствует доктор ирина березовская на своем канале youtube этот видеоролик будет посвящен теме планирования беременности в частности различным методом планирования беременности эффективности потому что на эту тему поступает немало вопросов если говорить о том какие методы существует то они делятся на две основные группы первая группа это таке методы которые учитывают дни менструального цикла и мы их называем методы основаны на календаре календарь based message и вторая группа эта группа которая основана на признаках которые возникают период менструального цикла и женщина может их замечать ощущать и мы говорим что такие методы Это метод основан на симптоматике, symptoms-based methods. Часто женщины комбинируют различные методы. Врачи тоже иногда обучают методикам, как бы модификациям этих методов, комбинированным методам. Первую группу методов, которые основаны на календаре, входят самые такие популярные. Это метод стандартных дней и это календарно-ритмический метод. Во вторую группу входит тоже несколько методов, но чаще всего используются самые популярные. Это измерение базальной температуры, это авуляторный метод, который учитывает авуляторные признаки. Это метод двух дней, а также новый распространенный метод, это симптомоментальный метод, который учитывает изменения не только со стороны влагалища, шейки, матки, слизи во время авуляции, но также другие психоэмоциональные состояния женщины. Если говорить об эффективности этих методов, то на самом деле не существует клинических исследований, которые бы показывали достоверную эффективность всех этих методов. Известно, что женщины без всякого планирования могут беременеть в 25% случаев, то есть 25 женщин на 100 может забеременеть в течение месяца. Но насколько эффективны эти методы? Если вычесть вот эту случайную возможность забеременеть, то оказалось, что показатели не настолько высокие. Если пользуемся методом стандартных дней, то оказывается, что в течение года может забеременеть 5 женщин из 100. Если использовать календарно-ритмический, этот показатель повышается до 9. То есть 9 женщин из 100 в течение одного года могут забеременеть. Если говорить о других методах, таких как, например, эволяторный метод, то только 3 женщины из 100 могут забеременеть в течение года. Если пользоваться двухдневным методом планирования, то 4 женщины из 100 беременеть в течение года. И симптомоментальный метод это 2 женщины. И самым таким неэффективным оказался метод базальной температуры тела. Одна женщина из 100 беременеть в течение года. Как видите, показатели не слишком высокие. Поэтому большинство врачей не считают такие методы эффективны, как в плане планирования. И также, если, скажем, женщины пользуются этими методами для предупреждения беременности. Что еще важно понимать? Что вычисление, например, тех же календарных методов и вообще определение эволяции, что полностью зависит от регулярности менструального цикла, затруднено. Потому что у многих женщин, вообще у большинства женщин, циклы не всегда регулярные. То есть имеется в виду, что есть отклонения в несколько дней. И в норме нормальный цикл считается 21-35 дней плюс-минус 7 дней. И это необходимо учитывать. Дело в том, что когда рекомендуют использовать, например, те же календарные эволяторные методы, то всегда рекомендуют сначала попробовать 6 месяцев выяснения, регулярности и вообще изучение своего цикла. Я всегда рекомендую своим женщинам не зацикливаться, слишком не зацикливаться на менструальном цикле, на прислушивании к себе, к своему телу, к различным признакам. Потому что это может вызвать негативный такой эффект на организм женщины и психоэмоциональный негативный эффект. Поэтому если уж планировать, то без, как говорится, фанатизма и наслаждаться жизнью, изучать свой цикл. И, конечно же, чем больше вы будете понимать свое тело, как оно работает, как оно реагирует на изменение гормонального фона во время менструального цикла, вам будет проще определиться с теми днями, когда вам будет легче забеременеть. Поэтому счастливого планирования беременности. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. До свидания.